Вот зачем они алгали? Найти обвинение, подвести под уголовную статью, храм охранялся государством, государство теократическое. Из-за того, что в советское время кто-то сказал бы, я разрушу Кремль, взорву Кремль, ясно, что так бы просто не оставили. А спросить, а зачем он храм-то бы разрушал, если он сам в храм был привезённый, обрезанный, вопросы вообще не отвечены. Их бы спросить, а ему зачем это нужно, разрушать храм-то? Он иудей, нигде не нарушил закон. Храм трижды в год стекался народ израильский, он сам постоянно ходил в храм. А зачем бы он его разрушал-то? Я вот начинаю дальше рассматривать, как бы, участник тех событий. Ведь это всё придумано было сатаной. Дьявол есть лжец, и отец лжи. И когда слышишь слово «лжец свидетели», то получается, как бы на суде, и у Христа уже судят. Но вдруг оказывается дальше, когда исследуешь, что уже свидетельство может быть на бытовом уровне. Не в храме, дома, не в суде. И не просто ложь говорить, обманывать. Ну, сказал, я слышал по радио, а на самом деле ты не слышал. Вот. Завтра будет мороз три градуса. А его нету. Солгал. Чужую ложь повторил. Я сейчас покажу, как мы окружены этой ложью, и как мы, может быть, уже свидетельствуем, и даже не замечая этого. Поэтому всегда нужно делать оговорку. Если Господу угодно, и живы будем. Это нам предупреждено. А то я сделаю это. Никогда никому не обещайте. То есть я буду стараться, спать не буду, лукавить не буду, портить не буду. А уж как Бог даст. Получится ли не получится. Вот что все алгуты, я стал смотреть. Вот католики. Католиков в пять раз больше, допустим, православных. Ведь они алгут, что Папа римский, поставленный Богом, и они в это верят, что он заместитель Христа на земле, заместитель Него, и все епископы, патриархи должны Ему подчиняться. Нигде в Писании этого нет. Апостол Фома Павлу не подчинялся и Петру, а не делся совершенно самостоятельно. Почему сегодня епископ должен союзать какому-то папе или патриарху отдавать-то? Это уже свидетельство на Бога. Этого нигде нет. Православные утверждают многое. Вот так сказал Бог, вот тут царабрятопособное видение. Вот обязательно Христос благословил двумя перстами, когда возносился. Нет этого в Писании. Но если тихо помогли разговаривать, я скажу, а ты как думаешь, что Он благословил? Ну я думаю, крестного знамени Он не совершал. Потому что стояли иудеи, они еще ничего новозаветного не имели, и как иудеи благословляют, подисти на голову, спроси у них. А у них неизменно сохранилось от этого. Он простирает руки, и больше ничего нет. Руки на народ. Как он поднимает? Одну или две? Понимаете, здесь вопрос какой идет. Если две руки у него были пронзенные, я так думаю, то речь нашла о Его воплощении, благословении страданиями Его, что нам доступ к Духу Святому по смыслу двумя руками должен был благословить. Одни говорят, надо слагать два перста. Это Богочеловечество. А три это Троица. Троица на кресте не умирала. Правильно, не умирала. А два? А это Богочеловечество тоже не умирало. А умирало только человечество. Да все один надо перстом. А как? Справа или налево? Или как католики слева направо-то сначала так, а потом так-то? Если речь идет о нашем спасении, тогда, конечно, не справа налево. Справа налево это из церкви в пивнушку. Как у нас. А слева нас стоящих с погибельной стороны перевести направо, как католики. Это если речь в крестном знамени идет только о нашем спасении. Но мы-то исповедуем Христа, пришедшего во плоти, сошедшего через Деву Марии, Иисусе Христе, Сыне Божий. Сыне Божий, Сын Божий, справа Одесу и Отца вас сел. И налево мы уже касаемся самих себя и говорим, помилуй меня грешно. Какой смысл вкладываешь? И спорить вообще не о чем. Если ты будешь свидетельствовать, что Христос двумя или тримя, ты уже свидетельствуешь. Тогда и не было еще ничего этого. И такое уже свидетельство мы сейчас увидим, как оно буквально топит нас. Притча Соломона, 19.5. Лжесвидетель не останется ненакаженным. И кто говорит ложь, не спасется. А сколько этой лжи! Как мы свои ошибки легко прикрываем, а чужие далеко увидим. Это человек такой в близоруке, сегодня только сделал, уже не видит. А другой 10 лет назад что сделал, все видит, да назорка такая. А Господь говорит, что неправедное весе у человека, и гири в сумме, будет его? Мы рано должны судить. Родной, близкий, брат, вот это наш священник, мерка священного в Писании одна и сажа. Неправильно делают сыновья, а аронов вошли чужим огнем, Господь не посмотрел, что это митрополит, он убил их. И так было всегда. Никакой год это ест им. Почему решили, что ему можно, а мне нельзя? Наоборот, с меньшего меньшего спроса. Притча Соломона 24, 28. Не будь он же свидетелем на ближнего твоего. К чему тебе обманывать устами твоими? Вот этот вопрос-то все время стоит. А к чему? Кому, где, когда говорите, никогда не касайтесь тайной стороны. Где это видно, что Бог уназначил нам по старому или по новому стилю? Это уже свидетельство, что старостильники лгут, все лгут. Если мы будем утверждать, что Богу только угодно новостильники, мы тоже такие же лжецы будем. Если мы будем утверждать, что вот если человек считает дважды Аллилуйя, говорит, Богу угодно, а трижды уже Бог не принимает и благодать отнимается, то лжужу свидетельству. Нигде этого нет. Если в Писании это нет, рассуждать вообще не о чем. Матфея 15, 19. Ибо из сердца исходят злые помыслы, кражи, лжесвидетельство. Бывает обдуманное, а бывает и произвольный человек в это верит. Я вот встречаюсь с разными вероисповеданиями и скажу, что все лгут до одного. Когда он отстаивает на своем, вот пятидесятники твердо уверены, говорить на языках не можешь, ну что там, невразумительное, такое явление гласовали, называется, то Духа Святого нет, Дух Святой обязательно должен проявлять себя в языках. Это ложь. Такого Писание не утверждает. Хотя в первом веке это было. Если говорят, детей маленьких не надо крестить, Писание не говорит, тоже же свидетельствует. А другие говорят, маленький некрещённый ваш пойдёт ребенок, тоже же свидетельствует. Такого нигде нету. А как? Лучше всего сказать так. Не знаю я. Это тайна Божия. Мне открыто так. Вот я православный. И веру свою я никогда не изменю. Крепко буду держать. Так шли предки. Так веровали Антоний Печерский. Мало ли, Антоний Феодосий. Русские люди так веровали. Сергий Радонский, Рафин Саровский, Иоанн Хрештадский. Нам есть на кого сослать. Римлянам 13.9. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. И все другие заключаются в тем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Ближнего любишь, как ты можешь за лжесвидетельствовать. Ближний-то твой тоже нуждается в правде. И ты ему вот это скажешь. Очень много лгут, когда защищают люди свою религию, где они находятся. И знают, что там неправда у них на каждом шагу. Лгут обманывают. Вот я свою допустим. В первую очередь меня интересует то, что у нас есть. Лжесвидетельство. Все у нас правильно, но если мы будем говорить, что только так, а по другому Богу не угодно. Вот дело лжесвидетельства. В бытовых вопросах мы можем легко рассмотреть, что если ты не даешь десятину, не даешь милостыню, обижаешь ближнего, оскорбляешь, кому-то не прощаешь, злопамятный, как верблюд, Зла Тауз говорит, какая тебе польза. И ты уже свидетельствуешь на Бога, если говоришь, что Бог тебя забыл, когда ты болеешь и нет исцеления. Наоборот, кого Бог любит, говорит, того наказывают. Ведь у нас, видите, какой рецепт данный. Всегда Бога благодарить. Никогда не роптать. Я молюсь, молюсь за ближнего. У меня брат какой-то, он или дочь, или сын, там, пьяница, не обращается. Ты ничего не знаешь. Какая твоя вина там заложена, когда он обратится. Тебе заповедано молиться и больше ничего не говорить. А сказать, что с какой-то непременно он находится в аду. Я думаю так. Без покаяния умерший человек, в Писании говорит, что нет ему спасения. Но мы не знаем, что там дальше. А вот мы помолимся, он мудрый человек, хоть уродский, а мы за него там сходим на кладбище, что-то сделаем, он будет обязательно в раю. Нет. Не обманывайся. Верующий Сына Божий имеет жизнь меньше. А неверующий, крупно напиши, не увидит жизни. В 1 Коринфянам 15.15. Вот никому человек неправды не говорит. А вот евреи, они не верят, что Христос воскрес измертных. Они не верят. Он говорит, украли ученики. Мусульман, миллиард. И они говорят, что Иисуса Бог забрал, Аллах. Но он не умирал. И евреи уже свидетельствуют. И уже свидетельствуют, что Христос не воскрес, все до одного мусульманина. До одного. Тут так написано. Притом и мы оказались уже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. То есть Он воскрешал, а они говорят, Он не воскрес. Все до одного люди, кто не верят в воскресение Христа, есть уже свидетели. Хотя бы это не в суде было, а в самой душе, в вере. Ты веришь, что Он воскрес измертных? Свидетельствуй. А если не будешь говорить, сразу впадаешь в эту категорию. Исход 20.16. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Евреи легко поняли. А кто мой ближний? В этот вопрос, конечно, он уже давно заключил ответ. Ближний, который мне на пользу, рядом. А Христос-то в притче вывелся. И на землю. Необрезанный, которого ты гнушаешься. По его территории боишься пройти. А вот он-то как раз и ближний твой. Вот кто нам ближний? Вот помог, видите. Евангелие от Иоанна нам больше 30 тысяч дали. Вот нам и ближний. Я посмотрел, с какой радостью человек это дает. Я ему и говорю, у меня такое впечатление создается, что ты православный, а людям показываешь, баптистам, что ты баптист. Пока лишнего у них не заберешь для нас, а потом грыбешь, чтобы они тебя признали за своего. Так что учерьте молитву. Я своими глазами видел, с какой левности, истинным желанием человек делал это. Я просто свидетельствую об этом. Старозаконие 19.18. Суды должны хорошо исследовать. Если свидетель тот лживый, ложный, и далее говорит, дать ему то, что он хотел другому. Поэтому работать на должности судьи страшно. Судья из коленей должен вставать молиться. И то, что в моем деле где-то неправильно сделали, я думаю, это только множественные молитвы были. А в одном месте Бог упустил, так я и не смог правду добить их. А сколько лжесвидетельствуют врачи, ложно определяют болезнь, лечат до померней от той болезни, лжесвидетельства заканчиваются смертью. А сколько власти обманывают, пообещали свободу, 70 лет в кабале держали людей. Какой? И царь, батюшка, обманывал людей. Как же ты мог говорить людям, что ты любишь их, уважаешь народ, то, что ты отец всего русского народа, отец страны, если Слово Божие было спрятано? Ты самого главного хлеба не дал им, духовного. Вот так, когда начинаешь смотреть, буквально места нигде нет, чтобы люди не лгали. Но можно все-таки без этого поражать? Можно. Если молиться и бодрствовать. Помолился утром Господи? Не допусти, чтобы я где-либо солгал. Поменьше разговаривай о ненужном. Говори о Господе, что есть из Писания. У нас много товара, оно лежит бесплатно. Берите. С кем бы ни заговорили, чуть-чуть человек расположен, ему сразу давайте. Нас Бог обильно снабдил. В старозаконе 3126 Возьмите сию книгу закона и положите ее Одесну и Ковчега Завета Господа Бога Вашего, и она будет свидетельствовать против тебя. Вы в Библии счастье считаете, она против нас свидетельствует. Вот почему. Она обличает, наставляет. Поэтому каждый день, в любом возрасте, притча 25-18, Что молот и меч, и острые стрела. Значит, молот и можно стену развалить, мечом голову отрубить, а острые стрелы, она далеко достает. А что это такое? Это тот человек, произначающий ложное свидетельство против ближнего своего. Какой он опасный. У него все оружие есть, чтобы тебя умертвить и жилище твоего разрушить. Берегитесь лжеца. Написано, лжец хуже вора, хотя оба наследуют погибель. Если человек раз, другой обман, ты доказал ему, прекратите с ним всякую связь, отойдите от него. Ты много пострадаешь. Почему? Потому что человек служит дьяволу. Служитель Христос нигде так просто не может согрешить. А если даже это неправда, я это сказал, он десятки раз извинится, попросит прощения, но мне сказали, я не разобрался, да что же я наделал? Он на молитве себя терзать и мучить будет. Даниила 13.43 Когда обвинили Сусанну, она сказала, ты, Господи, знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня. Когда меня судили, сколько было лжесвидетельств, это самое страшное от священников, что я жду лискею с запада, я сказал, я жду его грядущего на облаках небесных, славы великою. Вот сегодня мы все согласны, но если завтра вас переменятся и будут вызывать в суд, и может быть из нас кто-то поет свидетелями, только молитесь, чтобы лично нигде не сказать молитве. К этому приезжайте детей. Почаще с ними беседуйте, на пальчиках показывайте, не воруй, а последний пальчик загибай, и мы говорим, никогда неправду не говорим, никогда, но лжец не спасется. Ты учись молчать. Что спрашивать о родителе, лучше промолчи. Деяния 6.13. И представь, ли ложных свидетелей, которых говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова, на святое место сие, и на закон. Мне это очень близко, потому что я в свой адрес слышал все время хулы. От кого? От православных, от священников, и особенно сейчас за книги. Но ни один ничего доказать не может. Ни один. У меня есть свои размышления, согласно Слову Божию, я размышляю, говорю, а утверждать, чего нет в Писании, нельзя. Никак. Так еще допускаешь, что благодать есть у католиков, допускаю, у них рукоположение сохранилось. Так тогда и у армян, и у армян, и у ретиков, может быть. И у армян, и у ретиков, может быть. А вот из двух вариантов, какой один такой твердо говорит, постарабляшки, все погибли, переходи к нам, вы и ретики. Или сказать, не знаю, мне не открыто. На суде Божьем, какой вариант, то лучше будет. Один, мне просто не открыто, я на том свете не был, я не видел, где армяне сидят, где православные, где баптисты. Я знаю только, если нет рукоположения, это не церковь. Я это абсолютно точно знаю по Писанию. Но спасутся баптисты или нет, не знаю. Согласно Писанию, вывод можно так сделать, но конкретно о человеке я сказать не могу. Никак. Поэтому нужно избирать вариант, щадящий для себя, чтобы его можно было доказать. Даниила 6.5. Когда против Даниила искали вины, эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Вот надо, чтобы он закон Бога нарушил. И они наблюдали, наблюдали, никак не получается. Он говорим, остановится на молитве, утренне-вечернее правило соблюдает, лампадка у него говорит, ну все у него как надо. И тогда они решили поймать его в человеческом законе. Ну и проверили через тогдашнюю думу закон, чтобы никто не обращался вот целый месяц ни к кому, кроме как только к царю, не молились. Вот тут они его уловили. По человеческому закону. Да кто же нарушитель? Да. Мы пойдем на нарушение государственного закона, если он идет вопреки Божьему. Как Даниил. Он закону Божьему так и не изменил. Да, не нашли. Да, он виновен. Они уже свидетельствовали, они сбросили его. Они долго львов морили, чтобы съели. Но получилось, что львы растерзали всех их. Такого результата никто не ждал. Такого никогда не было. А вот именно так. Кто меня судил, я сейчас смотрю, почти никого живых нет. И прокурор умер, и следователь внезапно умер. Кто воевал, вообще никого нигде нет. То убитый, то инсульты какие-то. Притом моложе меня были. Титул 2.8. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Вот в этом вопросе, что мы никогда не говорим неправду, это будет очень сильное свидетельство. Но для этого нужно все время, ежедневно подтверждать, что мы не лжем. Нигде и никак. Никакой власти нигде не поддакивать. Какая бы она ни была хорошая, чего бы нам ни обещала, он всегда говорит, да как Богу угодно будет. Если апостол Павел нас предупредил, что уже свидетельство столь опасно, и Христос нам об этом сказал, то в первую очередь нам надо думать как по нашей жизни. Потому что нас сегодня вот уже спрашивают, возможно ли нам будет спасти, если вот они нас начнут что-то давить, высшестоящие церковные власти. Я вообще не знаю, как может быть. Но на сегодня только радуйтесь, нисколько не заботьтесь. Главное нигде не лжесвидетельствовать. Мы говорим, нам было хорошо под крылом зарубежной церкви. Мы сумели общину создать, все у нас хорошо идет, а дальше не допустим Господи, что мы согрешили. В законе Божьем говорится, не будьте лжесвидетелями. Если в законе Божьем мы согрешим, тогда печь щелкни на нас сожжет, и львы эти расперзают нас. Да не будет этого с нами. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok